В творчестве без границ на один день Курский парк аттракционов стал домом для всех любителей фантастики. Пока на сцене зрители разогревали вокальные и танцевальные ансамбли, в гримёрках вовсю кипела работа. На конкурсе косплея Марина Митянина предстала в образе друида, хранителя природы. Персонаж ей очень близок, а потому сложности с передачи характера у девушки не возникло. Я в душе не чувствую себя на свой возраст. С одной стороны, я чувствую себя очень старой, когда мне ничего не хочется делать, мне всё плохо. А с другой стороны, я олень, которому хочется скакать по полям, по горам. И в принципе, всё зависит от настроения. Сегодня настроение фееричное, то есть оно куда всё подойдёт. Готовится покорять жюри и Виктория Лисова. Пока она в образе лишь наполовину не хватает важных деталей. Сильная и в то же время ранимая Малефисента не самый лёгкий персонаж. Одно дело просто надеть костюм и совсем другое стать косплеером. Костюм представлять несложно. Именно данный костюм, по крайней мере. То есть как бы сложнее показать эмоции Малефисенты. И ради этого пришлось опять-таки неоднократно пересмотреть фильм, чтобы какие-то мелкие детали, нюансы просто зацепить оттуда, чтобы показать это во время дефиле. Очень многое зависит непосредственно от харизмы человека. Потому что обыграть образ, вжиться в персонажа, понять его характер – это очень важный элемент самого косплея. И, пожалуй, наверное, основополагающий. Потому что если человек не живёт этим образом, то образ будет нереальный. То есть зритель в него просто не поверит. Но в эти образы поверили все. Руки художников, участников конкурса оживили фантазии авторов и режиссёров. На других площадках фестиваля участники качали извилины. Юные ученики технопарка «Кванториум» собирали своих первых роботов. Это интересно. Почему интересно? Потому что здесь много, здесь много деталей, здесь надо всё собрать. Мы хотели пригласить всех, то есть вне зависимости от возраста, от профессии. Мы надеемся, что наша фестивальная площадка станет таким интересным местом и раскроет какие-то творческие потенциалы у людей. Я надеюсь, что мы сделали всё для того, чтобы каждый почувствовал здесь себя нужным. Ну и, конечно, открыл для себя какие-то новые перспективы. Фестиваль прогремел, но не закончился, а дал импульс к развитию. Например, победители конкурса косплея в Курске поедут покорять другие площадки. А все, кто вдохновился творчеством участников, в следующий раз, возможно, осмелятся попробовать и свои силы. Анна Пикулина, Геннадий Воробьёв, телеканал СЕЙМ.